Так, сделаю, взяла домарный лак, сделаю межслойную обработку. Ой, не открывается мне лаком. Так, лаком, аккуратно. Тут она подсохла, можно так аккуратненько. И это очень важная часть картины, вот этот тюрбан. И сейчас я его буду рисовать. То есть у меня такой подмалевок, просто так я по тону его разложила. У меня такой метод больше по тону. Я как бы начинаю все-таки копировать, раскладывая больше по тону, чем рисовать кистью. То есть, мне кажется, так лучше всегда получается. Так, и сейчас вот эти вот нарисую складочки сиеные, жжёные, сумбры жжёные, смешанные такими тёмными. А вот этой вот светлой складки возьму лимонную жёлтую, вот такую вот. Нашла её, вот именно лимонную жёлтую. Это такой вот вермееровский цвет, он просто, это как бы опознавательный знак вермеера. Вот этот лимонно-жёлтый и ультрамарин. Кстати, по-моему, Ван Гог ещё тоже таким пользовался. Именно не кадмием, а вот таким лимонно-жёлтым. Такое что-то, может, голландское. Вот прям похоже. Ван Гоговский вот этот жёлтый и вермеерский. И вот сейчас я буду формировать после межслойной обработки лаком, формировать складки. Да, вот здесь можно просто порисовать, вернись, ем, тоненькую кисточку, поскольку вот у меня референс. Тут, конечно, тёмный, ещё раз говорю, референс, не соответствует оригиналу, но немного затемнённая репродукция. Так, и вот так буду порисовывать сиеные складки. Пока не получится. Не получится так. Продолжать. И вот здесь тоже надо сделать, всё проработать. Так, и наметила такие лёгкие складочки сиянной, слегка с умброй. И теперь буду лимонным тоном прописывать цвета. И, как интересно, сейчас я вам покажу, вот в чём вся вот такая прелесть Веймееры, да и вообще его такой вот, как сказать, его особенный такой метод. Посмотрите, он везде ставит световые такие точки. Вот они прямо видны. Вот тут крупная репродукция. И вот эти вот точки, сдалека, они создают эффект такой живости, живости такого света. И также у него везде, на всех картинах, посмотрим там его знаменитый молочница, девочка читающая письмо окна. Везде вот такие вот, даже вот посмотрите, вот тут вот эта точка. Всё вот в таких вот световых точках. Это его особый метод. Таким эффектом он добивается такого эффекта живого, настоящего света. Ну, это уже в конце попробую. А сейчас я просто вот лимонным тоном, лимонным с неаполитанской начну моделировать вот этот жёлтый свет. Кстати, она достаточно тоже быстро сохнет, лимонная. А тут интересно сочетание такого жёлтого, сиенстого такого рыжеватого и ультрамарина. Только вот непонятно, ультрамарин он шёл уже в подмалёвке и он уже его закрашивал вот этим золотистым или потом на поверх накладывал. Тут уже, конечно, надо делать скан, чтобы понять. Так вот я нанесу, вот уж какой-то свет появляется. Пока, пока так. И вот эти везде, вот эти точки такие какие-то. Они не совсем белильные, но иногда белильные, такая даже они как бы промоделированы. Эти точки очень интересные, они такой эффект дают. Ну вот и продолжу. Так, вот какие-то уже здесь такие цвета. Ну, в общем, это всё над этим надо хорошенько поработать. Вот уже какая-то, в общем, получается. Так. В общем, надо этот тканью, надо хорошенько поработать. Тут она достаточно такая выделанная. Ну, теперь противоположность к светлому. Теперь более тёмное выделю. Так, вот здесь тёмные совсем такие складки. Там ещё буду чёрненько. Сейчас немножко ультрамарин. Вот здесь. Так. И постепенно, постепенно. Так, сейчас. Тут ультрамарин. Искусствоведы пишет, что он много лака добавлял в работы. Так. Здесь тоже вот так. Так. Такой контраст создать. Так. Ну и опять надо. Опять цвета. И вот так пока. Не перейду до идеала. Не успокоюсь. Так. И чтоб не скучать, вернусь к ультрамариновому. Ну, тюрбану вот этой части. Тюрбана ультрамариновому. И смотрю. Посмотрите. Здесь вот он прям вот так вот идет свет. И я тоже постепенно начну моделировать свет. Так. Вот так вот он идет. Сначала такими как бы томом. И потом выстроим уже рисунок. Так будет легче, чем обрисовывать, срисовывать. И так. Сначала просто вот свет. Чтобы не понять, как он идет так. А потом... А здесь вот темнее. Возьму лак и... Прозрачненько так оно мне тут отсохло. Унесу ультрамарин. Но... Здесь более светлый, чем здесь. Потому что здесь... Здесь совсем темное место. То есть такое создал. Так. Тут тоже такое тональное такое соотношение. Сначала... Да, у меня тут прописаны слегка складки они. И в этом уже буду вот более точно формировать. более темными. С помощью света и тени вот складки. То есть на данном этапе не важно. Вот как свет пробивает. Так. Ну вот интересно. Вот тут вот прям вот так вот идет складка. Вот. Так. И вот здесь можно еще написать. Ультрамарин. Такое впечатление, что тут еще немножко дошкарные подглазины. Ну не знаю. Может быть это... И сделать так. Вот это нужно, чтобы вот это было темнее, а вот это... Вот это было темнее, а вот это светлее. Так. Немножечко белее. И лаком. Надо прозрачно работать. Так. Опа. В общем... Складки сложные здесь так. И вот сюда тоже в этом направлении идут складки. То есть такой интересный алгоритм. Ну как. То есть свет, полутон и совсем уходит в темноту. В общем, надо поработать над ними. Смаху не сделаешь. Так. Ну хотя бы в таком вот еще полуэскизном виде. Так. И вот здесь тоже прозрачненько так подсинить. Сочетание цветов очень красивое вообще. Очень красиво получается. Вот именно его... Этот ультрамарин и... Вот этот желтый, лимонный. Очень красивый такой тон. Это очень красивое сочетание цветов. Именно вот этот лимонный. И с таким ярким, насыщенным алгоритмом. А здесь даже черный надо бы добавлять. Вот здесь вот в этих складках были совсем темных. Ну это потом так. Вот сначала... Здесь вообще темные-темные складки. Похоже тут ультрамарин подмешали. Черный или кармин. Так. Ну в общем... И нужно сюда чуть-чуть ультрамарина добавить. Так. Так. Короче, надо еще хорошенько поработать. Пожалуй, вот подчерню тут. Так. Ой, у меня взялся какой-то... Так. Подтемню смесью ультрамарина с черным. Неплохо видно на видео. Ну вот так. Так. Вот здесь еще подчеркну вот эти вот темные места. Так. Как-то надо постепенно, конечно, я в складки делаю. Так. Ну вот тут такой цвет. И еще чистим ультрамарином здесь замажем. так. 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 Здесь вот таким ультрамарином тоже пройдено. А потом наверх уже добавлю желтоватый в этом месте. Так. так. Ну что, пожалуй, надо пройтись в фон еще раз. И опять вернуться к складкам. Вот такая вариация темные, светлые, темные, светлые. Так. А потом я опять к этому плоту золотистому красивому. Так. Так. Кстати, вот здесь тоже такие синенькие. Прям. Чуть-чуть синеватого добавленного тут вот. Вот он. Так. И здесь тоже такие синенькие. Так. Кстати, ну вот эту накидку или эту кофта такая, ее надо прорезировать сиеной. Прозрачно. Он так горит прямо. Сиеной и жены. Наверное, даже сюда надо добавить немножко. Вот так. Вот так. затеплить тени более. Так. Здесь тоже. Ну, пока позанимаюсь вот этой вот одеждой и опять потом вернусь к платку. Так. Ну, вот пока так. Я пододелывала немного одежды, платок, тюрбан, чуть-чуть синее лицо. И я думаю, пока я ее оставлю. И вообще, мне кажется, каждая копия, она должна немножко настояться. А может и остаться недосказанной. А я, кстати, видела копию Репина. Он накопировал Рембрандта. И там вообще он очень пренебрежительно скопировал одежду, фон. Ну, то есть, главный акцент он дал на лицо, на руки. И я думаю, даже в этом что-то есть. Именно в такой копии. В нее ее незаделанности, недосказанности. Так. Ну, вот. Ну, пока оставлю. Надо ее подсушить. Единственное, что я хочу сделать, вот эти вот точки. Светлые точки, вермиеровские. Но это надо же на сухую поверхность. Иначе они просто размажутся сейчас. Посмотреть, как они будут работать. Вот этот его метод. Точечного света. Ну, а пока все.